Всем привет! Сегодня мы будем готовить мега известные, мега популярные котлеты, школьные. Их еще называют иногда столовские, но в общем очень вкусные котлеты. У многих ностальгия по тем временам, многие помнят этот вкус. Я все время готовлю эти котлеты дома. Это такой, я не знаю, вкус детства что ли. И в общем они у нас идут на ура просто с хлебом, с бутербродом, с гарниром, в общем на перекус с собой, в общем в любой ситуации можно эти котлеты использовать. Поэтому сегодня я вам покажу как их легко и быстро приготовить. Нам понадобится у меня значит свинина, это лопатка, жирненькая довольно-таки, кусок говядины, вот такой вот, лук, чеснок, немного чеснока. Это по желанию можете не добавлять, но я вам говорю все как делаю я, чтобы они были максимально вкусные, соль, перец, больше никаких специй, белый хлеб и ржаной хлеб. Ржаной хлеб нам понадобится обязательно, потому что он даст определенную клейковину, белый хлеб не дает такой клейковины, как дает ржаной. И в этом рецепте мы не используем яйца, поэтому с ржаным хлебом будет очень классно держать форму котлета, и она не будет у вас сжиматься при жарке, будет все очень легко. Но приступим, сейчас я вам покажу, что мы будем делать. Сейчас самое главное, это нам сделать надо фарш из говядины и из свинины. У меня все готово. Значит, это говядина, это свинина, это перекрученный лук, здесь еще 4 дольки чеснока и вот сухари. Не сухари, а хлеб, немного белого и ржаной. В основном можете взять полностью ржаной хлеб, будет еще лучше. Вот, посмотрите на соотношение. Мясо у меня примерно одинаково, свинины чуть меньше, сухарей еще чуть меньше, чем свинины. Ну и лука вот половина от сухарей. То есть, получается, у вас мясо будет примерно 50 на 50, чуть меньше сухарей и еще меньше лука. Ну, это примерно полторы луковицы крупных у меня. Здесь, наверное, если считать бородинскими, то одна целая буханка маленькая. И вот мясо, я не знаю сколько в килограммах, примерно смотрите на свое соотношение. Сейчас я это все перекладываю в большую тару, потому что нам это надо будет все очень хорошо вымесить. Самый главный секрет любого фарша, любых котлет, это очень хорошо их вымесить и отбить. Тогда нам не понадобятся никакие яйца, никакой крахмал, ничего больше. Вы можете спокойно их лепить, и он ничего не будет мешать. Они у вас не будут рассыпаться на сковородке, все будет тип-топ. Так, добавили все в одну кастрюлю, выливаем лук. Сейчас из специй у нас будет только соль и перец, больше ничего. Добавлю соль и черный перец, как же без него. Так, вот так. Все, теперь начинаем вымешивать всю эту массу до идеального гладкого состояния. Теперь берем воду, которая осталась у вас от хлеба. У меня это где-то полтора стакана. Ну вот и потихонечку вливаем. Я думаю, уйдет у вас от стакана до полутора. Но сейчас будем вмешивать, и вы поймете, сколько понадобится воды. Я вот пока половину влила и буду вмешивать. Вода довольно быстро впитывается и разрыхляет мясо, и она быстро исчезает. Но вы аккуратнее не переборщите, потому что можно сделать очень жидкий фарш случайно. У меня фарш уже довольно хорошо берется в комок, целенький. Теперь наша задача хорошенечко отбить мясо. То есть берем, набираем в руку побольше и шлепаем со всей силой, значит, в кастрюлю, в дно кастрюли. Я вам сейчас примерно покажу, как я это делаю. Можно об стол, но есть риск замарать все вокруг. Поэтому будем делать это в кастрюле. Я вот освобождаю половинку себе, донышко тут. И беру вот с верхней части и шлепаю вниз эти лепешечки. Вообще очень хорошо отбивать об доску или об стол. Все, пробуйте на соль. И можно будет уже формировать котлеты, я думаю. Я насыпала сухари прямо на стол. Сейчас буду делать мясные шарики. Разложу их здесь одинаковые, погроможу. Примерно одинаковые, я без весов дома делаю. И буду их формовать и выкладывать сразу на коврик. Вот берем количество мяса какое-то и вот между двумя пальчиками его зажимаем. И все время старайтесь по объему одинаковый обрезать, как бы, пальцами одинаковый объем мяса. Таким образом у вас будут примерно одинаковые кучки получаться. Вот. А потом из них мы будем формировать котлеты. Берем котлетку. Делаем из нее такой овал. Немного прокатываем по сухарям. И затем рукой катайте из нее такую, как бы, колбаску. Вот до такого состояния. И это все можно делать ножом гораздо быстрее. Но у девушки тут новый стол, я боюсь его поцарапать. Поэтому я буду делать рукой. Вообще котлеты должны быть формой капли. Либо вот такой вот овальный ромб, так сказать. Вот такие вот у нас будут котлетки. Вот. Она уже у нас готова. Выкладываем. И принимаемся за вторую. Тоже немного ее прижали ручками. Прокатили по сухарям. Хорошенечко, несколько раз. Торцы тоже можете все это дело обваливать полностью. Теперь ложим на стол. И вот так ручкой покатали. Покатали, получили колбасочку только. И начинаем прихлопывать и формовать ее. Вот так. Все, наша котлетка готова. Вот. Я еще обычно больше делаю дома котлеты. Я люблю такие большие, длинные котлеты. Они, мне кажется, получаются даже сочнее. Вот так вот покатали. Делали такую колбаску. И прихлопываете. Ножом, конечно, это все удобнее делать, но ничего страшного. Прям вот плоскую такую вот котлетку. Вот такая толщина у нее. Ну, сантиметр точно есть. Вы ее можете спокойно брать в руки. Я ее ношу, даже у меня приличное расстояние до плиты. Я ее спокойно несу в руках. Она не разваливается, ничего никуда не делается. Для всяких яиц, крахмала и так далее. Так, покатали. Сделали колбаску опять. И вот таким вот образом растянули. Потом опять присобрали. Так вот запечатали весь фарш, чтобы не было никаких трещин. Вот такой красивый листик получается у нас. Вот он в руках, видите, спокойно. Тогда сюда можем его перекладывать. У меня, по-моему, они как раз подошли к моему любимому размеру. Я хотела делать поменьше, а все равно пришла к такому. Я люблю котлет с ладошку. Вот я, по-моему, до него как раз и дошла. Катлеты нужно выкладывать на очень раскаленное масло, чтобы запечатались внутри все соки. Чтобы оно сразу началось скворчать. Так они у вас получатся сочные, и весь сок останется внутри. Еще одну по диагональке засовываем. Вот такие вот красавцы. Такая вот красота у нас получилась. Вот такие котлетки. Сейчас мы их разломаем. Вы посмотрите, какие они сочные. Вот сок аж бежит с них. Вот. Такие вкуснючие котлеты получатся у вас, если вы сделаете все по этому рецепту. Приятного аппетита!